Большая часть информации о Су-57 строго секретна, но известно, что для снижения радиозаметности он покрыт особым неотражающим сигнал материалом, а часть его вооружения спрятана во внутренних отсеках. А ведь со стороны он кажется почти плоским. И такая форма тоже неспроста. Благодаря ей Су-57 почти не видят средства радиоэлектронной борьбы. Главное требование к истребителю пятого поколения. И такие кадры тоже можно видеть впервые. Режиссеры Первого канала установили камеры по всему самолету. На крылья фюзеляж в кабину пилота. А за штурвалом герой России, начальник Государственного летного испытательного центра Радик Бариев. Уникальный летчик. Он освоил и испытал более полусотни типов и модификаций самолетов. Впервые в мире стрелял ракетным вооружением истребителя Су-30 МКИ по воздушным целям в момент штаммы режимной в стране. Сюда, на базу ГЛИЦ, поступают новейшие образцы российского авиапрома. И каждую машину тут должны обкатать. Вернее, облетать. Казалось бы, эти истребители давно серийно выпускаются. Но ведь каждая новая модификация, любое новое вооружение, любое изменение, вплоть до винтика, требуют новых испытаний. И проводят их лучшие летчики страны, которые говорят о самолетах вот с тактии. Летчики-испытатели — это элита авиации. Даже те, кто попадает сюда с серьезным боевым опытом, начинают все сначала и садятся за парту.